в своем диагнозе я узнала вместе с мамой в кабинете мы вышли с центра спида и все что мне сказал маму будем жить все она заразилась вич в 16 лет но поддержала семья встретились доброжелательные врачи мария не впала в панику и вот уже много лет открыто говорит о своем диагнозе она живет свечи там знаете только нет загробной музыки на фоне очень хочется больше позитивных историй потому что часть людей не идут тестироваться как следствие не знают своего вич статуса и возможно доводит себя до каких-то крайних стадий вич инфекции как раз таки потому что напуганы одним просто вот этим словом вич теперь мария активист и мама здорового ребенка причем ее муж не болен вич об этом мало кто знает но современные лекарства подавляют вирус настолько что человек перестает быть источником инфекции может иметь семью и жить до старости казалось бы все хорошо но из 43 тысяч зараженных вич в петербурге лечится меньше половины то есть 20 тысяч человек представляют смертельную опасность вы можете познакомиться с ними в ночном клубе оказаться клиентами одного косметолога или мастера тату на дому как таша грановская с которой мы связались по скайпу я заразилась заразилась через татуировку просто самодельная татуировка нас было девять человек которые делали татуировку подряд одной и той же машинке я даже не знают кого заразилась это было крайне глупо но так уж сложилось в маникюрных салонах стату салонов следить за тем одноразовое или оборудование с тобой используют если не одноразовое но хотя это сейчас крайне редко попадается насколько я знаю сейчас вот очень много одноразового инструментария что здорово вот если не одноразовый соверши усилия посмотри правильно ли это стерилизует это твое здоровье и твоя ответственность в конце концов о своем диагнозе таша узнала во время беременности теперь она известный активист по борьбе с распространением вич и еще с одним опасным явлением вич отрицанием так называемых вич диссидентов сотни если не тысячи они считают что вирус не зараза а следствие сбой иммунитета из-за какой-то другой болезни или вредного образа жизни и уверены лечить его не нужно вылечить свою патологию у тебя исчезнет вич то есть положительный тест все они на этом просто зарабатывают миллиарды знаете есть страны в которых вич нету знаете почему они теста убрали все в корее я не помню в какой они сказали у нас там тесты 2 не нужны и у них вич отсутствует анатолий артюх один из тех кто не признает вич хотя сам не медик а музыкант и случай гибели детей вич отрицателей для него не аргумент для нас самая плохая категория в виде сидентов это родители или опекуны вич инфицированных детишек когда они не дают детей обследовать не дают их наблюдать врачам не дают их лечить обсуждается сейчас и на законодательном уровне что в таких ситуациях принудительно изымать детей семьи и начинать их обследовать и необходимости лечить чтобы не доводить до терминальных стадий уже вич инфекции петербургский центр спида признали лучшим в россии в нем лечат всех вич инфицированных не требуя даже временной регистрации чего нет например в москве а значит тысячи мигрантов петербурге могут контролировать свою болезнь еще один уникальный городской проект мобильная бригада теперь врачи и психологи ездят домой к самым тяжелым больным а по ночам активисты ездят по улицам города чтобы помогать бездомным и наркоманам раздают медикаменты помогают устроиться в больницу в этой петербургской лаборатории молекулярной вирусологии много лет работают над вакцины от спида первый вич больной ссср еще в 1987 году был выявлен именно в ленинграде благодаря профессору андрею козлову он вспоминает что это была 25-летняя женщина которая вскоре погибла прививка от спида дело всей жизни ученого мире последние годы уменьшается число новых случаев инфекции и число смертей от спида у нас все это только растет понимаете и у нас нету эпидемии конечно почему а потому что значит у нас еще нету процента да у нас чуть чуть ниже процента и поэтому у нас нету нету эпидемии понимаете это все казуистика неожиданный факт работа над вакцина лаборатория ведет на гранты поэтому процесс идет медленнее чем у иностранных коллег которые уже проводят третью стадию исследований и обещают создать прививку от чумы 21 века через 10 лет в этом флаконе важная составляющая вакцины против вич и спида собственно это и есть белок вируса который называется по 17 и только что он успешно прошел до клинические испытания в которых приняли участие сотни животных пока ученые разрабатывают прививку от спида эксперты спорят о профилактике социальной в семидесяти процентах петербургцы заражаются вич половым путем на вопрос полового воспитания в школах предмет ожесточенных боев и даже политического пиара и пока мы рассуждаем надо ли учить подростков безопасному поведению ежегодно в петербурге выявляют около двух тысяч новых больных вич счетчик работает каждый день еще пять человек узнают о страшном диагнозе на душу населения цифра больше чем в африке евгения альфельд пульс города